Еще Наталья хотела сегодня поделиться словом. Есть время у нас? Наталья, прошу. После такого эмоционального проповеди, слава Богу, у меня было время побольше на этой неделе. Нас освободили вообще с Геннадием сегодня, сказали, езжайте, отдыхайте. Было время, я слово получила, словом надо делиться. Я говорю, как мы поедем, если надо же слово отдать. Так что слава Богу, слава Богу за вас, за ваши молитвы. Тема моей, ну я не хочу сказать, что это проповедь, ну так принято, да, говорить, тема моей проповеди, это восстановление развалин. Я на этой неделе попала в больницу здесь болгарскую. Знаете, у нас все классно, я в принципе, у меня там анкету попросили заполнить. Я пишу, тут проблем нет, проблем нет, проблем нет, проблем нет. Они говорят, ну, классно вы, вообще здоровая. Я говорю, ну да, здоровая, но вот так получилось, что в больницу. Я говорю, здоровая, но так получилось, что я в больницу попала. Знаете, когда я попала в больницу, ну, я, может быть, увидела реальность Болгарии. Еще раз мне Бог показал, где мы живем. У нас, слава Богу, Бог поднял, у нас все хорошо, мы здоровы, есть что кушать, во что одеваться, мы окруженные любовью все. Но, знаете, надо не забывать о том, куда нас Бог поставил и для чего Он нас здесь поставил. Хочу предложить вам прочитать Неемия, первая глава. Давайте целиком мы ее прочитаем. Я расскажу про одного ненормального. Его звали Неемия. Слова Неемии сына Ахалиина. В месяце Кислеве в двадцатом году я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханане, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. И говорил, Господи Боже Небес, Боже Великий и Страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь, день и ночь, молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих. И исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою. Согрешили и я, и дом Отца Моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповеди и уставов, и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря, если Вы сделаетесь преступниками, то Я рассею Вас по народам. Когда же обратитесь ко Мне и будете хранить заповеди Мои и исполнять их, то хотя бы Вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу Вас и приведу Вас на место, которое избрал Я, чтобы дводворить там имя Мое. Они же рабы Твои и народ Твой, которые Ты искупил силою Твоею великою и рукою Твоею могущественную. Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И, благо, поспеши рабу Твоему теперь и веди его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя. И вот я в больнице увидела, знаете, вообще, что творится. Ну, как бы, что творится вообще в Болгарии. Я стала молиться, знаете, я стала... Я говорю, Господи, прости меня. Я вообще не видела. Я молиться за врачей. Слава Богу, чудесные врачи, которые еще не уехали из Болгарии. За эту больницу. Я... Ну, вы знаете, там у нас в 90-х, мне кажется, в Казахстане не было, ну, такой разрухи. И Бог дал слово. Он дал слово по неэме. Знаете, кто такой виночерпий? Виночерпий – это человек, занимающий очень хорошую должность при дворе. Помните, когда Иосиф попал в плен, он был не в плен, а попал в темницу, в тюрьму. Он в тюрьме был с двумя заключенными, вельможами. Один из них был виночерпий. То есть это говорит о том, что очень хороший ранг занимал. Так вот, этот неэме, он был из иудеев, который когда-то попал в плен и служил у царя Артаксеркса в очень хорошей должности и, в общем-то, ни в чем не нуждался. Бог вас сегодня хранит. Аминь. Кушать есть что? Все хорошо. Море рядом. Восстановление сил. Все чудесно. Аминь. Ну, вы знаете, что приходят братья к этому неэме и говорят, что там, в Иудее, все очень плохо. Стены разрушены. Братья наши в тяжелом положении. И знаете, что и у неэме закралась грусть и печаль в сердце. Грусть и печаль в сердце. И написано, что он молился в течение продолжительного времени день и ночь. Мы тоже молимся, постимся за Болгарию день и ночь. Или нет? Аминь. Я думаю, что Бог тоже дает в сердца наши определенные эмоциональные состояния. Если у вас в сердце есть печаль, какая-то непонятная, поймите это от Бога. Бог не хочет, чтобы мы были равнодушными. Бог не хочет, чтобы мы просто приходили, брали, брали, брали. Поэтому он дает какую-то печаль, может быть, непонятную нам. Эта печаль вела к тому, что он молился, постился. И в один день, видимо, Бог ему дал определенный план, когда царь у него спросил, почему печаль на лице твоем. Неемия сказал, что я переживаю за людей. И он у него спрашивает, а что ты хочешь? А у Неемия уже целый план. Потому что, когда он молился, Бог дал ему план. Знаете, это я сейчас о предназначении каждого из нас говорю. Если в вашем сердце нет равнодушия, то Бог даст вам план во время молитвы, во время поста. Он даст вам цель, Он даст вам видение. И вы увидите свое предназначение. Мы здесь все сидим, и у каждого есть свое предназначение. Скажи, у меня есть предназначение от Бога. У меня есть предназначение от Бога. Можно лежать на диване, смотреть телевизор и ничего не делать. Но тогда ты не войдешь в свое предназначение. Давайте вторую главу с первого по пятый стих прочитаем. В месяце Ниссане, в двадцатый год царя Артаксерса, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне, а чего лицо у тебя печально? Ты не болен? Этого нет. А верно, печально сердце. Я сильно испугался. И сказал царю, да живет царь вовеки. Да не быть печальным лицу моему, когда город, дом, гробов, отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены. И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудеи, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. Знаете, что интересно? Сам царь Артаксерс когда-то разрушил Иудею и Иерусалим. Поэтому Немия не сказал, что пошли меня в Иерусалим, который ты когда-то разрушил. Он сказал, город отцов моих предков. И знаете, что удивительно? Царь ему дает благословение, и он говорит, что тебе нужно для этого. И он, у Немии уже план. И он говорит, мне нужно вот это, вот это, вот это и вот это. И он говорит, хорошо. И он дает ему все, что ему необходимо. Он дает ему материальное обеспечение. Он дает ему сопроводительное письмо. И он дает ему время. Знаете, когда вы, когда каждый из нас готов выполнить свое предназначение, Бог дает все, что необходимо. Он дает обеспечение. Скажи, у меня есть обеспечение. У меня есть обеспечение. Но, знаете, важно не заканчивать просто желанием. Я помню, одна сестра ко мне как-то, это еще в Казахстане было, подошла и говорит, ой, я так хочу участвовать в прославлении, я так хочу петь с вами. Я говорю, ну классно, давай, мы так нуждаемся в служителях, приходи на репетицию. Она приходит на репетицию, немножко не попадает в ноты. Я говорю, давай, пока петь не будем, но ты продолжай приходить на репетиции. Ты молись, приходи на молитвенные служения. Я говорю, мы очень нуждаемся, чтобы нам кто-то написал, сделал папочки. Вот, Андрей, покажи папочку. Вот такую папочку. Прославители всегда нуждаются в таких папочках. И я такая, о, слава Богу, заслужителя. Потом подходит ее муж и говорит, знаете, Лариса обиделась. Я говорю, а почему? Потому что она хотела стоять на сцене, прославлять Господа. А вот вы ей сказали папочкой заниматься. Знаете, дорогие мои, сегодня такое классное прославление было. Вообще, слава Богу, Людмила как, ух, голос возвысит, у меня дух там, ух. Антон как по гитаре, дрынь. И у меня дух так, опа. Слава Богу. Я вам скажу, где происходит служение. Знаете, когда происходит служение? Когда в 12 часов кто-то приходит первый, я это прошла. А остальных еще нет. И он начинает кабели собирать, инструменты собирать, и не ворчит при этом, где остальные, может быть, они утром пошли на пляж и еще задерживаются, и они не ворчат о том, что где ведущая, да, или кто там, где там этот. Понимаете, где служение? А потом, когда смиряются, молятся друг за друга, прощают, любят, выходят артиллерией при проповеди, и тогда приходит помазание. Знаете, многие получали желание, призвание, и потом говорят, почему пастор не знает, что нужно кормить голодных, почему пастор не знает, что нужно евангелизировать, почему пастор не видит, что нужно это? Дорогой мой, это твое призвание. Дорогой мой, молись, постись, получи откровение, цель, видение, и тогда Бог даст тебе человека, Он тебе даст материальное обеспечение, Он даст тебе власть, Нееме и дали письма сопроводительные, чтобы Он мог пройти все границы, Он все границы откроет, Он все возможности тебе откроет. Оставь критику, оставь критику. Бог поднимает смиренных, не критикующих. Давайте еще одно место откроем, 1 Тимофею, 4 глава, немножко, с 14 по 16 стих. Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. У тебя есть дарование, скажи, у меня есть дарование. У меня есть дарование, Бог дал каждому дарование. 15 стих. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся всем постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих себя. Хочешь иметь успех? Кто хочет иметь успех? Занимайся тем, чему ты призван. Каждый имеет свое дарование от Бога. Каждый. Для чего мы здесь на земле? Чтобы осуществить свое призмывание. Аминь. Знаете, я наблюдала, мы наблюдали в своей жизни очень много молодых, перспективных служителей, которые горели для Господа. Они не имели успеха. Знаете почему? Потому что они имели терпения. Они хотели все сразу. Они хотели сразу благословений, большую аудиторию. Они хотели сразу помазание Духа Святого, чудес, исцеления и так далее. Очень много примеров. Это у нас было в Казахстане. Я помню, как один проповедник, горячий, он выходил, он горел для Господа. Он говорит проповедь, и потом говорит, а люди не меняются. Говорит проповедь, он думает, сейчас все покаются, все поднимутся, станут такими апостолами. А изменений не было. И он, вы знаете, он вообще, он ушел из церкви, он ходил по церквям, он плакал, молился Господу. Нет терпения. Вы знаете, для того, чтобы Неемия только добрался до Иерусалима, где-то от 3 до 5 месяцев он добирался только. Понимаете? Сначала он молился и постился, потом он добирался до Иерусалима 3-4 месяца, может быть 5. Люди над ним, если вы почитаете Неемию, там все написано, я ничего не сочиняю. Люди над ним смеялись, относились к презрению, узнаете, да? Издевались, восставали против него, нападали. И тем не менее он пребывает в Иерусалим, собирает старейшин, вдохновляет народ. Аллилуйя! Народ соглашается, они все поднимаются на восстановление Иерусалима. И здесь есть чудесная новость для тебя, что в определенный момент тебе Бог даст команду. Тебе Бог даст команду, скажи, мне Бог даст команду. Но в этот же момент, знаете, что написано? Что враги восстали. Все враги, язычники восстали. Это прообраз духовного мира, вы знаете, да? Что как только ты поднимешься на служение, Бог тебе даст команду. Дьяволу это не понравится. И весь духовный мир в этот же момент просто соберется против тебя. Мы года четыре назад это почувствовали здесь реально на физическом уровне. Мы это почувствовали на разных уровнях, понимаете? На физическом уровне. Были моменты, когда Геннадий по утрам просто встать не мог. Как будто бы бетонною, знаете, накрывало такой бетоном, как это называется. Плита, да. И он говорит, я не могу реально встать. Мы просили молиться. Мы понимали, что мы сами просто не поднимемся, что это духовные вещи. Люди начинали критиковать, люди близкие, люди... То есть вообще, ну такие вещи происходили. И мы понимали, что это... Такое ощущение было, знаете, я в те моменты... Я поняла, насколько дьявол меня ненавидит. Я поняла... Знаете, когда мы приходим в церковь, мы понимаем, насколько Бог нас любит. Но когда мы начинаем двигаться в Его предназначении, ребята, я вам скажу, вы почувствуете, насколько дьявол вас ненавидит. И вы можете или оставить, или разозлиться. Мы разозлились. Мы разозлились на дьявола и сказали, не-не-не-не, не пройдет. Мы поняли, что нужно бодрствовать и молиться во всякое время. Бодрствовать и молиться. Ну, что я хочу сказать, ребята? Кто читал книгу Ниеми, у него все получилось, да? И что интересно, что он не только восстановил стены Иерусалима. Он навел там духовный порядок. Знаете, еще я хочу немножко... Есть у нас картинка, да, Свет, можно картинку включить? Когда напали, когда началось, когда у него собралась команда, и на него напали, на Иерусалим стали нападать, тогда Ниеми сказал, ребята, одной рукой строим, а в одной руке оружие. То есть, видите, меч, у него меч висит, рядом с ним стоит человек, он держит копье. Они сменялись друг за другом, то есть, еще труднее стало. Напряжение, оно может сгущаться. Может быть тяжело, как Антон говорил, может быть кризис определенный, и кажется, что уже все. Вот именно в этот момент начался ропот. И будьте готовы к ропоту в своей команде. Это тоже будет. Это нормально, потому что, ну, не все выдерживают. Кому-то нужно немножко... Да, да. То есть, и такое будет. Но тем не менее, слава Богу. Вот такая вот картинка. Знаете, я вспомнилась мне, когда Бог напомнил, мы 15 лет назад в Казахстане открыли церковь одну на окраине города. Очень вообще район такой, неперспективный абсолютно. Не было автобуса. Жили в основном люди, спились мужчины, потому что не было. Я рассказывала, да. Там несколько лет не было вообще дождей. Все сказали, проклятое место. Мы начали там двигаться. Знаете, нас было там где-то 7 человек. Через год нас 10 человек. Два года нас опять 10 человек. И знаете, кажется, уже все, ну, вообще никакого движения. Тем не менее, знаете, в какой-то момент бизнесмены молятся, получают откровение принести нам 1000 евро на закупку здания. Мы сверхъестественным образом покупаем здание. 1000 евро тогда это было очень много. Сверхъестественным образом у нас появляется здание, музыканты, прославители. Прославитель это был бывший алкоголик, который в коробке спал, все проспал. И нам звонят и говорят, вы не возьмете? А я молюсь, Господи, дай гитариста в прославлении. Господи, дай гитариста. Я уже не могу на этом синтезаторе там стареньком играть. И нам звонят и говорят, слушайте, здесь один музыкант пропадает. Уже холодно стало, он в коробке живет, спился. Мы говорим, давайте. Я говорю, ты гитарист? Я ему говорю, ты гитарист? Говорит, нет, трубач. Блин, трубач, что с тобой делать? Знаете, когда мы молимся, иногда Бог дает другое. Но он потом и пел, и на гитаре играл, и все, да. И знаете, ей казалось, так все вообще, ну так все медленно, и так все... Вы знаете, 15 лет прошло. Нам звонят почти каждый день. Говорят, аллилуйя, пошли народ в церковь. Семь лет они присматривались, потом тайно приходили, среди недели, один на один есть такое обучение. Они стеснялись приходить на библейские курсы. Они приходили вечером, чтобы их никто не видел, потому что это село, все друг друга знают. И они говорят, да мы не успеваем водное крещение преподавать. Мне вот на днях жена пастора писала. У нас в начале лета несколько человек, сейчас в конце лета еще несколько человек. 15 лет! И лед сдвинулся. Мы хотим за месяц, да? Хоп так, по-человечески. Потому что сейчас везде. Хочешь устройство, возьми кредит. Хочешь отдохнуть, возьми кредит. Хочешь, через... Иди пять дней, семь дней, и ты все получишь. У Бога не так, ребята. У Бога не так. Но ты получишь, если будешь тверд и мужествен, и будешь двигаться. Аминь. У меня тут записано. А теперь я хочу обратиться к каждому. Бог поставил там, где ты есть. Аминь. И Бог хочет так же, как и Неемия когда-то восстановил. Он восстановил священодейство. Он восстановил левитство в Иерусалиме. Он сделал перепись населения. То есть он сделал огромную работу. Посмотри духовными глазами на то место, где ты сейчас находишься. Какие стены ты видишь разрушенными? Может быть, это чьи-то семьи. Может быть, это здание. Знаете, там, где мы находимся, мы заселяемся. Это наша практика. Мы начинаем там молиться. И мы видим изменения в этом районе. Нас Бог поселил на Бризе. Там не было ни дорог, ничего. Теперь практически напротив нас Кауфланд. Дороги сделали. Инфраструктура. Мы сейчас молимся за стадион. Говорят, деньги эти ушли. Мы, когда выходим с собакой, я восстановлюсь и провозглашаю, пусть деньги вернутся на место, и стадион будет восстановлен. На то место, где мы начали работать, там вообще первые этажи были ужасны. Падала, знаете, этот, как это, штукатурка падала. Мы первые все зачистили, сделали штукатурку. Дом напротив, ремонт. Дом рядом, ремонт. Дом рядом, ремонт. Понимаете, да? Бог поставил там тебя, где ты есть. Есть несколько моментов. Если посмотреть по Ниеме, есть несколько моментов, как нам восстановить стены. Первое. Наведи порядок в своем сердце. Наведи порядок в своем доме. Второе. Увидь свое призвание. Молись и постись, чтобы Бог дал тебе видение и план. Нет призвания? Спросите. Есть люди, которые уже движутся в чем-то. Им нужны помощники. Следующий этап. Начинай двигаться. Но при этом веди духовную войну. Все на молитвенные. Во вторник. Когда ты начнешь двигаться, Бог сам начнет тебя снабжать всем необходимым. Средствами и людьми. Это обычно два фактора, которые важны, да? Средства и люди. У Бога достаточно средств. У Бога есть люди. Переживешь ропот среди своих. Будь готов. И следующий чудесный момент. Восстановишь физические и духовные стены на том месте, где тебя Бог поставил. Давайте Исаия в конце прочитаем. Исаия, 58 глава, 12 стих. Это обетование, которое Бог дал нам. И застроится потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений. И будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Кто согласен? Аминь. Ребят, мы видели много служителей, которые хотели движения Духа Святого, пробуждения, которые, может быть, им не хватило терпения. Мы видели людей, которые вставали на служение, говорили, ой, это трудно, и вообще уходили из церкви. Но если нет призвания, если просто пришли и ушли, ну, не этого хочет Бог от нас. Аминь. Аминь. Я хочу, давайте мы закончим просто молитвой. Встанем и, честно скажем, перед Богом. Кто еще не вошел в свое призвание? Скажите, Бог, дай мне вот эту вот печаль, чтобы я увидел, где мне двигаться. Кто вошел, ну, тяжело ему, может быть, у тебя нет средств сейчас или людей. Бог даст тебе продолжать двигаться. Может быть, кто-то вошел уже в духовную брань и терпит поражение. Бог тебя хочет поднять. Бог хочет тебя ободрить сегодня. Давайте помолимся. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты собрал нас всех здесь, Господи. Я знаю, что есть те, кто потерпели какой-то урон, может быть, они были поранены, Господи, Иисус, я прошу Тебя за восстановление сердец. Но я прошу Тебя, Господи, мне так хотелось бы, чтобы каждый из нас вошел в свое признание и исполнил свое предназначение, Господь. и чтобы каждый из нас стал тем, который восстанавливает, восстанавливает развалины, восстанавливает руины, Господи. Ты дал, Господи, Ты поселил нас на этой земле. Ты не даешь нам быть равнодушными к этой земле. Боже, дай, открой нам, в чем нам двигаться. Открой, Господь, как нам двигаться. Ты привел сегодня много гостей, Господь, из других стран. Пожалуйста, пусть их сердца не будут равнодушными к этой стране, Господь. Напоминай им, пожалуйста, в молитвах, чтобы они как стражи были за эту страну. Раз они здесь, они уже не равнодушны к этой стране, Господь. Пусть они молятся за те страны, Господь, где они живут. Дай нам, Боже, не критиковать президентов. Дай нам, Боже, не критиковать начальства. Но, как Ты сказал, молиться постоянно за них, благословлять. Боже, дай нам не критиковать пастора за то, что он не видит, куда двигаться Тебе. Господи, дай нам осознать свою ответственность перед Богом на том месте, где Он нас поставил. Боже, мы благословляем Болгарию, мы благословляем это место, потому что Ты поставил нас здесь, и мы будем восстановителями развалин, мы будем благословением для этой земли, мы будем благословением на том месте, где Ты нас хочешь видеть. И мы молились сегодня во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...